Никаких секс-символов, как и самого секса, в Советском Союзе не было. И точка. Или всё-таки... Закат опять окрасил улицу красками диву... Нереальные, идеальные, роковые. Подходящего определения соблазнительным красоткам на советском экране и правда не находилось. Но сами они были. И неизменно заставляли сердца мужчин биться быстрее. Дышите, пожалуйста. Ещё раз. На кого равнялись отечественные секс-бомбы? И на какие ухищрения шли, чтобы заполучить этот статус? В то время была очень модная югославская краска. Когда сексапильность ставила под удар карьеру, а порой и жизнь. Вдруг она почувствовала на своей коленке чью-то ладонь, опустила глаза и увидела, что это ладонь Лаврентия Павловича Берия. Кому эффектная внешность не позволила раскрыть актёрский талант? Её видели только с голыми титьками. Это печальная судьба огромного количества, в том числе, выдающихся артистов. Парадоксально, но факт. Многие из тех, кому на Западе присваивали официальный титул секс-бомбы, а у нас просто вешали портрет на стенку казармы или рабочего общежития, и тихо мечтали, вот бы мне такую, к старости оказывались у разбитого корыта. Впрочем, может это закономерно? Тебе-то уже много, а глазами хочется, чтобы всё вокруг было так же, как было 30 лет назад. Это трагедия. Термин секс-бомба, как выяснилось, отнюдь не метафора. Он появился ещё в середине 40-х, и, кстати, тоже благодаря солдатам. Некий американский сержант наклеил портрет прекрасной Риты Хейвер на самую настоящую атомную бомбу, которую в ходе испытаний сбросили на атолл Бикини, что в Тихом океане. Кстати, по слухам, термин Бикини появился как раз благодаря этому событию. Красавица любила фотографироваться в купальниках. Флэш-мод, как сказали бы сейчас, вполне удался. Секс-бомба рванула как надо. Первыми это поняли голливудские продюсеры. Чем меньше надета на главной героине, тем прибыльнее. Но кто не захочет рассмотреть на большом экране впечатляющее декольте Мэй Куэст? И лишь слегка задрепированные шелком бедра Джин Харлоу. И спрос рождал предложение. Актрисы, а вслед за ними, и обычные американки принялись копировать стиль самых успешных красоток. Становились платиновыми блондинками. Красили губы ярко-красной помадой. Тренировали развязность походки и томность голоса. Конечно, в СССР никому ничего подобного и в голову не приходило. Мы за мир. Какие бомбы. Однако в начале 1930-х советская власть отправила в торн о по США и Европе режиссера Григория Александрова. Чтобы тот разузнал секреты кинобизнеса и применил их на благо отечественной индустрии. Александров не подвел и вернулся с четким планом. Нам нужна собственная кинодива. Тогда еще никому неизвестная артистка хора и кардебалета по имени Любовь Орлова оказалась податливым исходным материалом. Александров сделал ее платиновой блондинкой в мехах и бриллиантах. И сразу после собственной женой. Пуританские совершенно времена, социалистическая страна. Укрепляется моральная нравственность. Но вот если сейчас посмотреть, являлась ли, допустим, Любовь Орлова секс-символом, несмотря на все там максимум, что там были ноги в цирке, какие-то фривольные обноски в веселых ребятах, поцелуи в воде в Волге-Волге, но все равно... Что? Что с тобой? Тебе плохо! Хорошо! Для мужчин, когда жена там не может себе позволить, там, скажем, изысканное белье, а на экране есть некие наши советские феи, то они, конечно, вызывали не только эстетическую радость, мне кажется, но и в какой-то степени сексуальную. Заграничный термин «секс-бомба» впервые прозвучал в Советском Союзе только в начале 60-х, как обозначение особого капиталистического явления, разумеется, аморального. В «Известиях» была статья «Какие порочные американцы, они даже бомбе прививают нечто биологическое, секс-бомба». Как раз тогда, когда в «Известиях» опубликовали памятную статью, на советских экранах триумфально шла комедия Генриха Аганесяна «Три плюс два». Никому из чиновников в голову не приходило сравнить наших спортсменок-комсомолок с развратными старлетками из Голливуда. Тем более признать, что производимый ими эффект ничуть не менее оглушительный. «Фильм «Три плюс два», когда он вышел, он произвел, конечно, фурор просто. Покупал билеты на все абсолютно сеансы и смотрел этот фильм. Я его знаю наизусть. Настойчивость у нас есть, ты думаешь, есть. Конечно. Самобладания хватает. Не хватает ласки. Мужчины у экранов разделились. Дружба с какой, с комсомолок, вызывает у них больше энтузиазм? Да и вообще, темненькая или светленькая? Фатеева или Кустенская? Будущий актер, а тогда просто подросток Боря Щербаков, отвечал на вопрос однозначно. Наталья Фатеева. Это было что-то немыслимо. Вот для меня, вот это она была с Эксимой. Что с вами? Ой, сгорело на солнце. Ой, у вас спиртику не дойдется? А вы можете взять духи, доктор. Неужели все дело в купальниках, в которых красавицы проводят добрую половину экранного времени? Отнюдь. Прекрасные дамы в советском кино и прежде слегка оголялись, неизменно вызывая восхищение, но не вожделение. Почему же именно Фатеева и Кустенская произвели на советском экране первую настоящую сексуальную революцию? Они стали главнее сюжета. Сюжет уже никто не помнил. Все просто видели нечто невообразимое. Впервые красивое тело служило комсомолкам в борьбе не за коммунистические идеалы, а за простое женское счастье. Поэтому они и раздевались. Для того времени невероятная выходка. Дышите, пожалуйста. Еще раз. Во-первых, оголиться. Во-вторых, сделать это вызывающе соблазнительно. Советский кинематограф случайно открыл механизм действия секс-бомбы и вскоре продолжил, уже отлично понимая, что нужно зрителю. А зритель уже страстно хотел, чтобы его недвусмысленно манили в мир каких-то нездешних страстей. В бриллиантовой руке Светлана Светличная играла настоящую роковую соблазнительницу. Для 1968 года просто революция. Я была маленькая, но я маме говорю, мама, я тоже хочу халат с перламутой пугать. Вот такое же. Мне почему-то казалось, что вот от таких деталей, от образа, вот если у меня будет такой же халат, то я буду такой же привлекательной. То есть люди тоже будут терять дар речи, потому что вот тот самый маячок, на который все сразу обратят внимание, я буду такая же, вот как она. И по протаренной дорожке на экранах развернулись в марше новые и новые поколения актрис, становившихся объектами поклонения, а то и вожделения. Елена Коренева и Светлана Тома, Наталья Андрейченко и Ирина Алферова, а следом Александра Яковлева и, конечно, Наталья Негода. Каждая понимала, если красота – страшная сила, то красота сексуальная – поистине оружие массового поражения и кассового успеха. У Гоголя в женитьбе, он говорит, вот вы зря надели платье с длинным рукавом, вам бы, говорит, с коротким рукавом и плечом так поведите, и сразите его на повал. Пользуйтесь этим же вы, да, женщины? Пользуйтесь. Сексуальная красотка всегда окружена десятком поклонников. А если ею могут любоваться миллионы, то и число воздыхателей растет в геометрической прогрессии. Охапки цветов, пылкие признания, неслыханно дорогие подарки. Быть соблазнительной красавицей не только почетно, но и приятно. Разве кто-то поспорит? Актриса Ирина Мирошниченко точно нет. Как это может быть неприятно, когда ты нравишься мужчинам? Это всегда приятно. Чем я лучше выглядела на всех кинофестивалях, на всех приемах? Чем больше я видела восхищенный глаз, тем мне это больше нравилось. Это нормальное, естественное желание. Я к этому привыкла. Аристократическая несоветская красота. Соблазнительная фигура и озорной блеск в глазах. Стать отечественной секс-бомбой при таких исходных данных Мирошниченко было нетрудно. Но для верности все-таки пришлось перенять опыт главной иконы бомбического стиля Мэрилин Монро. То есть для начала стать платиновой блондинкой. Я нашла изумительного мастера. Находила всегда краску одну и ту же. В то время была очень модная югославская краска. И я вечно должна была этот пепельный тон искать, чтобы не было желтых волос, а чтобы они были вот такие вот перламутровые. Эффект получился потрясающий. Что? 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 Что так смотрите, да? Ожидал увидеть такую красотку. Вы не представляете, это я однажды шел со своим другом из школы. Задняя стена Махаты там на Тверском бульваре. И вдруг я вижу, стоит роскошный Мерседес. Это какой год, 83-й что ли? Мерседес по тем временам редкость. И толпа 10 или 20 мужчин. Они кого-то ждут. Я замираю со своими одноклассниками, смотрю. Выходит Ирина Мирошниченко. Вот эти волосы. Ой, здравствуйте. Извините, ради бога, что я пришла к вам впервые, и то с опозданием. Здравствуйте. Но вы знаете, я теперь себе не принадлежу. Она проходит, там какая-то лужа, и кто-то бросает перед ней кожаный, дефицитнейший плащ. Она проходит, садится в эту машину, уезжает. Какая женщина. При этом Мирошниченко не снялась ни в одной по-настоящему откровенной сцене. Максимум фривольные халатики и любовные объятия. Но зрители все равно, без сомнения, причислили ее в разряд секс-бомб. Ведь все признаки налицо. Раскованная блондинка с ярким макияжем и женственными нарядами. Выходит, чтобы вызвать вожделение, нужно пестовать именно этот образ? Да вовсе не обязательно. И это убедительно доказала вчерашняя школьница с невинной улыбкой. Как я люблю тебя. Как я люблю тебя. Ничего такого в целомудренной истории любви советских Ромео и Джульетты не было и в помине. Но актрису Елену Кореневу после фильма романса «Влюбленных» все равно мечтали заключить в объятия едва ли не все мальчишки Советского Союза. Да и мужчины сильно постарше, которых новый для советского экрана образ сексуальной немфетки весьма впечатлил. Она же и бегает там, и под душ голенькая, значит, кидается. Для нее это нормально, естественно. Говорят, что такой привлекательный на экране неэталонная красавица Елена Коренева получилось благодаря влюбленному взгляду режиссера картины Андрея Кончаловского. Тем летом на съемках ему было 35, а ей всего 21. Не заметить особое отношение кинематографиста к юной актрисе было трудно. Я помню, как в перерыве подходила какая-то женщина и приносила большую какую-то посуду с земляникой. Это было... Ну, в деревне мы снимали когда, да. И к Леночке тоже. Это, конечно, было внимание Андрея Сергеевича. Я так понимаю. Удивляться окружающие и не думали. Знали, если режиссер планирует сделать актрису вожделенной для миллионов, он обычно начинает с себя. Например, так поступал Эмиль Латяну. Он очень хорошо знал женщин. Он увлекался женщинами. Он не был монахом, понимаете. Он любил, ценил женщин. К середине 60-х режиссер Эмиль Латяну снял уже три фильма. И ни один не принес автору особого успеха. Не хватало запоминающейся героини и по совместительству музы. Когда на улице Кишинева Латяну случайно увидел черноокую красавицу, сразу понял – она. Он для меня был взрослым вначале, когда мы познакомились. А я была домашняя девочка, которая вдруг попала неведомо как на съемочную площадку и начала сниматься. Вот ты какой оказывается. На вид так. Вино пополам с водой. А сильный. Юная, неопытная, 17-летняя. Идеальный, податливый материал, чтобы сотворить девушку свои мечты, а затем влюбить в нее остальных. Когда заканчивали съемки, он проявлял заботу, там, поела ли я, там, еще что-то, еще что-то. И постепенно вот это расположение, которое переросло в отношения такие близкие, и в чувства. И вот это было прекрасно. На премьере фильма «Красные поляны» режиссер уже открыто обнимал возлюбленную. Из вчерашней школьницы Светланы Фомичевой он за несколько месяцев создал новую звезду – актрису Светлану Тому. Осенью сауна не женится, с ума по ней сходит. Откуда ты знаешь? Знаем. Латяну быстро понял. Красивое лицо и актерский талант – это, конечно, замечательно. Но у возлюбленной есть и другие достоинства, которые необходимо раскрыть на благо искусства. Откровенные сцены, эпопеи «Табор уходит в небо» вмиг сделали Светлану объектом вожделения миллионов. Фильм люди по 10, по 18 раз смотрели. Мне присылали письма. И что только не писали, какие-то безумные эмоции одолевали людей, которые смотрели эту картину. Скажем, в каких-то странах просто рвали на мне платье, шали на кусочки, как там, чтобы на память. Слава молдавской чаровнице была сумасшедшей и даже обременительной. Аня, смотри на меня так за бар, не смотри. Голова закружится. Киномеханики вырезали это, где я полуобнаженная, значит, эта сцена. Делали фотографии из этого. И потом давали мне на автографы, чтобы я расписывалась с какими-то пожеланиями. Когда даже в нашей стране меня охраняли милиционеры и иконная милиция, четыре всадника рядом со мной. Кто может быть полезнее для карьеры экранной красавицы, чем влюбленный в нее режиссер? Только влюбленный член политбюро. Сексуальные блондинки поняли это сразу, как появились на советских экранах. Наследница стиля Любови Орловой, актриса Валентина Серова, повелевала сердцами сразу нескольких мужчин с возможностями. Герой летчика Анатолия Серова. Позже обласканного властью писателя Константина Симонова. А также поговаривают маршала Рокоссовского. Секс-символ – это та женщина, за обладание которой бьются альфа-самцы. Почему стали Мэрилин Монро называть секс-символом? Не потому, что она нравилась миллионам. Нет. Только потому, что на нее охотились самые яркие представители мужчин из этих миллионов. Джон Кеннеди, Роберт Кеннеди – миллионеры, миллиардеры, мощные юристы. Ну, а Серова создал маршал Рокоссовский. Это тоже правда. Я должен вам сказать всю правду. Дело в том, что знакомствам с вами я обязан Шуре. Вы пригласили меня, чтобы сказать мне только это. Видите ли, я вас не приглашал. Была ли в истории Серова и Рокоссовского настоящая любовь или только трезвый расчет – неизвестно. По крайней мере, согласие на роман было обоюдно. В отличие от множества других историй, где секс-бомби просто ставят ультиматум. Я никогда не забуду. У меня был кинофестиваль. Это был 14-75 год. Это первый международный кинофестиваль в Тегеране. И после этого прием, который устаивал человек, занимающий какой-то очень высокий пост. Высокопоставленный мужчина умел окружить себя прекрасным. Сидит этот человек, как, знаете, как султан. И вокруг него вот такой диван восточный. И сидят все кинозвезды из разных стран мира. И все красавицы вот так вот сидят. «О, советская, иди сюда!» Вот так вот чего-то он вот это. Машет, отодвигает вот так раз рядом красавицу какую-то очередную. Плюх, и я сажусь рядом. И так как-то руку сразу же, опа, мне сюда. Вроде как будто вот он имеет право. Я так резко эту руку. Он убрал. Отделалась? Как бы не так. Султан рассудил. Не хочешь сидеть? Развлекай иначе. Он говорит, дескать, иди, танцуй перед ним. И тут, знаете, я думаю, это что такое вообще? Я так спокойно говорю, спасибо большое. Всего доброго. И ухожу. Замять скандал удалось только присутствующим на приеме послам двух государств. Но одно дело – защититься от посягательств заморского олигарха. И совсем другое – остаться один на один с всесильным чиновником собственной страны. Тогда на помощь не придет никто. Отлучилась сердце страна, Растреважа на моем. К концу 1940-х в фильмографии красотки Людмилы Целиковской было уже девять картин. Она наивно полагала, что их совместный просмотр – единственная цель приглашения на правительственную дачу. Она вместе со своей подругой, актрисой, приехала на просмотр ленты и никому-нибудь к Лаврентию Павловичу Берия. Ей дикольстило внимание высшего государственного сановника. Но когда вдруг она почувствовала на своей коленке чью-то ладонь, опустила глаза и увидела, что это ладонь Лаврентия Павловича Берия, она вспыхнула. «Стало быть, ваш приезд сюда устроил он?» «Да, но... Глеб!» «Поздно!» «Глеб, но ведь я же давно вам хотела все рассказать!» «Я сматываю удочки!» Смотать удочки с дачи Берия было опасно не просто для карьеры, для жизни. «Она вскочила, по-моему, оплюкаю меня, отвесила и выбежала. И вот самое страшное, она боялась, что в спину ей выстрелят. Не выстрелили. И ничего не последовало, потому что она же оставила свою подругу. Вот мы никто не знаем, что это было за подругу, но ведь оставила». Убежать от немолодого наркома удалось. От его мести не вышло. Целиковскую тут же перестали снимать. А на ее мужа, архитектора Алабена, завели дело. От ареста спасло только чудо. Для многих других в похожей ситуации его не случилось. «Режиссер, а сейчас и продюсер, он тоже человек. И не все его поступки могут коррелироваться с моралью и нравственностью. Мы прекрасно знаем случаи, когда молодым актрисам, не буду называть фамилии режиссеров, которые просто перекрывали кислород и роли, потому что от них поступало предложение, от которых кто-то смог отказаться, кто-то не смог отказаться». А кто-то из красавиц отказываться и не думал. Наоборот, бросил все силы на покорение влиятельного мужчины. Но столкнулся с конкуренцией. «Сейчас такое количество актрис, послушайте, и многие из них такие говорят, уже где тут диван, чтобы вот уже моя карьера бы взлетела в гору. Шутка, шутка, и, конечно, нет. Бывают ситуации, когда женщины попадают в эти истории, но, к сожалению, иной раз бывает, что... Наоборот, они сами в поиске людей, которые бы могли им помочь и преодолеть какие-то испытания в их жизни». Но что, если все удалось, и красотка действительно надежно обосновалась в мужских грезах и в списках самых востребованных актрис? «Как долго можно царить на этом Олимпе?» «Ты что, пристал, а?» «А интересно». «Фильм «Маленькая Вера»» вышел на экраны в марте 1988-го. «И тут же спровоцировал грандиозный скандал». «Я, открыв рот, смотрел это кино «Маленькая Вера». «Весь фильм для меня был, конечно, колоссальным эмоциональным всплеском, таким ударом, скажем так». Редакции газет и телепрограмм заваливали письмами. «Как такое возможно?» «На экране впервые без обиняков и фильтров показали это». Результат возмущенных писем был совсем не таким, на который рассчитывали их авторы. Вся молодежь страны тут же ринулась в кинотеатры, чтобы увидеть сцену своими глазами. И желательно не один раз. Она была определенным прорывом, потому что создала шум, хайп, как сейчас говорят. И люди пошли это осмотреть. 25-летняя Наталья Негода, говорят, была в ужасе от того, в чем ей предлагают сняться. И долго отказывалась. Но, впрочем, вскоре свыклась с этой специфической для советской актрисы ролью. Актрисе рукоплескали по всей Европе и в Америке. А через год пригласили в Нью-Йорк на фотосессию для журнала «Плейбой». Первая русская в главном мировом эротическом вестнике. Под сенсацию отвели целых пять разворотов и обложку. На родине актрису встретили как новую героиню. А режиссеры буквально дрались за возможность показать в своих фильмах ее. Нет, не саму Наталью. Главное – грудь. Мне кажется, Наташу погубило то, что на Западе называют «Тайп кастинг». Типажность. Ее видели только с голыми титьками. Только в таких ролях. Это печальная судьба огромного количества, в том числе, выдающихся артистов. В итоге негода просто перестала сниматься. А вот Александра Яковлева после фильма «Экипаж» вовсю продолжила, пытаясь повторить успех своей звездной сцены. Спишь? Ты спишь? Нет, не сплю. Ты не спи, пожалуйста. Партнера по эротическому эпизоду, актера Леонида Филатова, пришлось уговаривать раздеться несколько часов. Но на Яковлеву режиссер не потратил ни минуты. Все скинулось с себя. Александр Иванович, я готова к съемке. Вот это поразительно было. Отклик на появление Ню актриса получила так же быстро, как разделась. Я, увидев Яковлеву на экране, конечно же, как и все, по-моему, влюбился в нее, и я смотрел, открыв рот. Она такая трепетная в картине, она такая хрупкая, сильная, такая красивая. Глаз не оторвать. Яковлевы и Сталина перебой предлагать роли. Они потребовали предъявить режиссерам что-то, кроме постепенно увядающей красоты. Но, как говорят, получилось продемонстрировать только сложный характер. Карьера секс-бомбы закончилась так же внезапно, как и началась. А она исчезла куда-то. Она спряталась. Нет, все, она ушла из кино. Больше она в него не вернется. Ее было невозможно найти. Прямо скажем, Яковлеву никто особенно и не искал. На ударные позиции уже выходила актриса, которая, открытой во весь голос, объявила себя первой настоящей отечественной секс-бомбой. Елена Кондулайна. Хоть черта принимать можно. У черта хуже. Остряк. Совершенно немыслимые для советского кино сцены снимались в реальной подмосковной казарме. Молоденькие солдаты первыми приняли на себя огонь с ног сшибательной сексапивности. Они там улюлюкули, так как они видели, что Кондулайнин прошла там. Снимать было сложно. 20-летний актер Валерий Трошин реакцию ровесников понимал и разделял. Но продемонстрировать это не мог. Роль такая. Стойте! Сюда нельзя! Сюда нельзя! Сюда нельзя! Молодой человек, тут взрослые люди, а ты покажешь, что ты там не можешь с собой совладать, тебя горежит, тебя всего внутреннего нет, естественно, делал вид, что все нормально. Пытаясь совладать с эмоциями, смущенный юноша перестарался. И впал, как говорят актеры, в зажим. Подходит ко мне голая Елена Кондулайнин, обнимает меня, а я в ступоре. Помочь напарнику могла только сама Кондулайнин. Она и помогла. Может, не совсем по системе Станиславского, зато эффективна. Она нечто произвела физическое. Как раз в кадре это есть. Мне там... В тот год календари с портретом Елены Кондулайнин стали едва ли не самой продаваемой печатной продукцией в СССР. Актриса даже создала партию свободной любви. В большую политику ее, правда, не взяли. Зато руку и сердце в последующие пять лет предлагали наперебой. Так может, иной ее карьеру, если после удачного появления в кадре за секс-бомбы ухлёстывают самые богатые и знаменитые мужчины. Все шансы удачно выйти замуж и обеспечить себе бесхлопотную жизнь. Увы, статистика показывает, что шансы эти невелики. Те, кто возбуждал самые отчаянные фантазии мужчин в молодости, в зрелости оставались у разбитого корыта ничуть не реже, чем их менее эффектные подруги. А то и чаще. Женщина, которая красивая, с ней происходят, конечно, тяжелые фантасмагории, проблемы возникают в жизни только потому, что она считает, что она найдет более удобный, выгодный и лучший для себя вариант. Она не может себе позволить просто влюбиться в кого угодно, смириться с его недостатками, с его внешностью, с его повадками, привычками. Она думает, сейчас будет тебе идеальный мужчина, как Джеймс Бонд. Поток желающих подарить руку, сердце и все остальное действительно может не ослабевать десятилетиями. Пять раз сходили под венец Татьяна Доронина и Лидия Федосеева-Шукшина. Рекордные шесть браков заключили Наталья Кустинская и Людмила Горченко. С увеличением порядкового номера романы, как правило, становились все сомнительнее и короче. А сапер, готовый, так сказать, разминировать секс-бомбу и сделать ее обычной, счастливой женщиной, все не находился. И что в итоге? Это вообще такая ситуация, когда первая красавица, первая красавица, а потом проходит время. Она смотрится в зеркало, говорит, я на свете всех милее, всех румяне и белее. А ей зеркальце в ответ. Что? Другая теперь у нас румяне и белее. Стареющая красотка теряет сначала поклонников, потом роли. Впереди только они, цепкие и ледяные объятия беспощадной соперницы. Людмила Горченко отлично знала ее в лицо и даже пыталась вести переговоры. Я как-то, проходя по коридору перед спектаклем, мимо ее гримёрки, слышу странный текст. Она смотрит в зеркало и очень жестко говорит. Ну, что мне с ней делать? Что мне с ней делать? Я, вы знаете, я не могу понять, про кого я оглянулся. Ни соседки нет в гримёрке, никого. Как вам эта юность? С этих лет на нашей роли. Значит, нам со сцены. Я приоткрыл дверь и спросил, Дмитрий Марковн, а с кем? Вы с кем вообще ведете диалог? С кем с ней? И Люся продолжила фразу. С этой проклятой старостью. Вот средство, чтобы жить тебе вовеки. Сварить его тут надо, Бен Талант. Но если нет его в простой аптеке, помогут экстрасенсы Херамонт. Она хотела перехитрить время. Она не видела в этом ничего зазорного. И говорила так. Ну вот люди привыкли меня видеть вот секс-символом и вообще как бы вечно молодой. Я должна соответствовать. Елена Кондулайнен после секс-бомбовского периода пыталась переквалифицироваться в телеведущие, певицы и депутаты. Четырежды была в официальном браке. Но ни один из них не продлился долго. В 2020-м актриса перенесла инсульт, оправиться от которого не смогла до сих пор. Я бы не ставила здесь красивая женщина равно несчастная. Это яркие жизни, это яркие биографии. Эти женщины были в центре внимания. Каждая может написать биографию, которой засчитаешься. А что там по итогу, думаю, что они гораздо счастливее, чем может казаться со стороны людям, которые судят их по неким стандартам. Яркие, эффектные, ослепительные. Это все они. Секс-бомбы советского экрана. Одни гордились этим клеймом. Другие лишь загадочно улыбались уголками соблазнительных губ. Красавицы знали. У статуса секс-бомбы есть много приятных бонусов. И целый список опасных последствий. Может, не стоит за него бороться? Увы, ни присудить, ни самостоятельно отказаться от этого звания нельзя. А если уж выпало, остается только с гордостью его нести. Когда пора уйти, уходим, как не горько. Но лишь заполни все до мелочей. Смотри, смотри на этот мир. До пьянения, до восторга. До пьянения, до восторга.